Здравствуйте! Тема урока «Андроновская культура». Сегодня на уроке мы опишем археологические памятники и определим характерные черты андроновской культуры. Ключевые слова – «Андроновская культура», «АБЗ», «Кремация». Племена, обитавшие на территории Казахстана в эпоху Бронзы, оставили археологические памятники, могильники, поселения, рудники, наскальные рисунки, которые относятся к андроновской археологической культуре. Культура племен эпохи Бронзы получила название по месту первых раскопок могильника у села Андронова, близ города Ачинска в Южной Сибири. В 1927 году археолог Грязнов обнаружил аналогичные памятники на территории Западного Казахстана и установил, что памятники андроновской культуры распространены на обширной территории от Минусинска на востоке до Урала на западе. Позже андроновские памятники были найдены на территории Южного Казахстана, Семеречья и Средней Азии. По антропологическим данным, андроновцы были европеоидами. Известный антрополог Герасимов по найденному в Алексеевском могильнике Кустанайской области черепу женщины периода андроновской культуры сделал реконструкцию. Лицо женщины европеоида, нос с горбинкой, грубого вида. Адроновцы были светловолосые, светлокожие, среднего роста, скулы широкие, глаза круглые. Вот что пишет о внешнем виде андроновцев академик Алексеев. По физическому типу были европеоиды. Андроновцы были очень носаты, а лица их почти без скул, с широко открытыми глазами. Возможно, напоминали лица кавказцев. Грубого облика, но красивые люди, мощного телосложения, мужественного вида. Андроновские племена жили в основном в землянках и деревянных наземных жилищах. В центре жилища располагался каменный очаг. Они выкапывали ямы для хранения продуктов. В качестве строительных материалов использовались камни и бревна, в зависимости от местности. Дома они строили в защищенном от ветра месте. Рядом с жилищами имелись отдельные сараи для содержания скота. Поселения обычно состояли из 10, а иногда из 20 домов. Встречались также крупные поселения. Например, поселение Аркаим, найденное на границе Костанайской области Казахстана и Челябинской области России. Археологические данные свидетельствуют о том, что андроновское население в подавляющем большинстве вело осетлый образ жизни. Поселки располагались по берегам рек с широкими пойменными лугами. Для населения этих поселков был характерен комплексный характер скотоводческо-земледельческого хозяйства с заметным преобладанием пастушеского скотоводства. Постепенно придомное пастушеское скотоводство переросло в еилажное. Также археологами были обнаружены мотыги, зернотерки, терки, писты, ступы. Важную роль в развитии производительных сил в андроновском обществе играла древняя металлургия. История горного дела корнями уходит еще в III тысячелетие до н.э. Когда на горных выработках Жасказгана, Зыряновска, Акжала люди добывали медь, олово, золото. Восточный Казахстан считается одним из крупных металлургических центров Средней Азии и Восточной Европы. В зависимости от плотности породы руду добывали методом огневой проходки или кайлования. Меди, содержащую руду, путем огневой проходки добывали следующим образом. Перед рудной массой разводили огонь. Затем, когда она нагревалась, заливали холодной водой. В результате руда трескалась, после этого ее измельчали. Кайлованием пользовались, когда добывали руду из рыхлых пород и работали каменными отбойниками и молотками. Многочисленные находки орудий труда, предметов быта, украшений свидетельствуют о высоком мастерстве древних мастеров, оружейников, литейщиков, ювелиров. По находкам, найденных в поселениях андроновской культуры, можно утверждать, что у них преобладала скотоводца в сочетании с земледелием. Поселения Петровка, Боголюбова, Алексеевка и многочисленные могильники в Северном Казахстане являются хорошо исследованными памятниками. Индивидуальное владение скотом среди членов общины привело к появлению частной собственности. По мере увеличения богатства возрастал авторитет некоторых семей в общине. Могильники богатых людей занимали большие площади. Найденные в них предметы свидетельствуют о богатстве и статусе погребенного человека. У андроновцев был родоплеменной строй. АБЗ играли важную роль в обществе. Они являлись хранителями религиозных обычаев и традиций. Некоторые жилища в андроновских поселениях построены для проведения религиозных ритуалов. Родовые кладбища располагались вблизи поселения. Погребальный обряд андроновских племен. При захоронении человека укладывали на бок, имитируя положение ребенка в утробе матери. В некоторых регионах применялся обряд кремации – сожжения умершего человека. Гончарное дело. Гончарами эпохи бронзы были преимущественно женщины. Сосуды изготавливались ручной лепкой, имели плоское дно. Сосуды, как правило, орнаментированы. Узор наносился до обжига по сырой или чуть подсохшей глине на глаз без предварительной наметки. Обжиг производили, по всей вероятности, на открытом костре. Большинство сосудов сделано ленточной техникой. А теперь закрепим изученный материал. Вставьте пропущенные слова. Проверим. Название культуры идет от места первых находок у села Андронова, рядом с городом Ачинском в Южной Сибири. Андроновцы были очень носатые, а лица почти без скул, с широко открытыми глазами, возможно, напоминали лица кавказцев. Грубого облика, но красивые люди, мощного телосложения, мужественного вида. Писал об Андроновцах академик Алексеев. Абазы играли важную роль в обществе. Они были хранителями религиозных обычаев и традиций. Найдите соответствие археологические находки и занятия Андроновцев. Абазы играли в обществе. Проверим. Кости животных, скотоводство, бронзовые украшения, металлургия, глиняные горшки, гончарное дело, мотыги, зернотерки, терки, песты, ступы, земледелие. На этом наш урок подошел к концу. Мы обязательно продолжим путешествие по страницам истории. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok